В 1987 году советский журнал «Техническая эстетика» сильно удивил своих читателей. На его страницах появилась статья об уникальной системе Sphinx – радиокомплексе, поражающем своим прогрессивным дизайном и задумкой. Sphinx, или суперфункциональная интегрированная коммуникационная система, была создана учеными Института технической эстетики Игорем Лысенко, Алексеем и Марией Колотушкиными, Мариной Михеевой и Еленой Рузовой под руководством Дмитрия Азрикана. Вообще этот проект, с некоторыми оговорками, можно было назвать системой умного дома. Sphinx должен был объединить все устройства ввода и вывода информации общим процессором, выполняющим также роль хранилища данных и средства их приема и передачи вовне. Полученная процессором информация распределялась по экранам, колонкам и другим блокам. Чтобы эти блоки могли быть размещены по всей квартире, например в одну комнату подается на экран фильм с аудиодорожкой, в другую видеоигра, а например на кухне читается аудиокнига, предлагалось проложить в квартире так называемые шинопроводы. То есть некие универсальные кабели, которые могли питать электронику и управлять ею через процессор. Все приборы системы разделялись на три группы. На носимые, на связанные с жилищем и связанные с транспортом. Поразительно, что уже тогда, 30 лет назад, были продуманы элементы портативной электроники. Здесь и солнечные очки превращающиеся в дисплей, показывающие время или другую необходимую информацию вроде температуры воздуха, и умные браслеты, и смарт-часы. Предполагалось, что с помощью системы, возможно будет смотреть телевизоры фильма из медиатеки, слушать музыку, получать данные о погоде и делать видеозвонки, устраивать дружеские телемосты или деловые встречи. Предусматривалось, как проводное, так и беспроводное подключение девайсов. Разработчики были уверены, что процессор сможет принимать информацию и ретранслировать ее остальным бытовым устройством через радиосигнал. Прообраз Wi-Fi. Центральный процессор должен был содержать в себе блок, переводящий различные типы сигналов в цифровую форму. Сам процессор выступал только в качестве средства для того, чтобы раздать задания остальным устройствам. В него вставлялись так называемые лепестки, хранители информации. Предполагалось, что каждый такой диск отвечает за досуг или рабочую нагрузку для одного члена семьи. То есть, например, на одном носителе записаны фильмы и игры, на другом музыка и обучающие программы, на третьем деловые и творческие приложения и так далее. Необходимый контент Центральный процессор должен был транслировать на дисплей. Также были разработаны два варианта большого пульта управления. Синий сенсорный, с дополнительным малым ручным пультом, и белый псевдосенсорный, с телефонной трубкой. Его можно было бы подключать к экрану в виде планшета и получать нечто напоминающее современный ноутбук. Малый пульт дистанционного управления системой Sphinx планировали оснастить маленьким экраном. На него выводились команды, подаваемые на микрофон голосом хозяина. Кстати, его можно было использовать в качестве таймера, часов, калькулятора и даже мини-телевизора. Были предусмотрены и беспроводные наушники, и небольшие колонки, а также придумали несколько устройств для автомобилей. Руль авто хотели оснастить небольшим дисплеем и пультом управления бортовой системой. Вообще, надо сказать, Sphinx выглядело очень красиво. Но все ее возможности, как и сама система, в то время хорошо смотрелись только на страницах журналов. О внедрении идей в жизнь не могло быть и речи. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада, с талонами на сахар, с обострившимися межнациональными конфликтами и обнищанием населения. Кому тогда были интересны фантазии дизайнеров и инженеров. После развала СССР институт обеднел, потерял филиалы в других городах и многих сотрудников. Закрыл дизайн-центр на Пушкинской площади. Руководитель проекта Sphinx Дмитрий Азрикан перебрался в США, где стал дизайнером компании International Promotion в Чикаго и получил более 100 свидетельств на промообразцы и патенты в России и Америке.